А у нас на завтрак домашняя шаурма, на сковородочке, а сейчас еще и кунжутов посыплю. Вкусно! И все это разложено, потому что у меня муж ремонтирует кран. Вот эти вот шаровые краны мы уже сейчас второй раз будем менять. Вот здесь такой картридж вставляется внутри. И вот он трескается, видимо, от воды, от нашей, из-за того, что у нас такая жесткая вода, трескается и начинает вот здесь вот подтекать. Мы сначала думали, что надо прокладку заменить там. Потом решили, что у нас кран сломался, и это где-то было, наверное, больше двух лет назад. Решили поменять вот этот кран. Но хорошо нам продавец в магазине сказал, да нет, это просто, говорит, трескается там внутри картридж, и начинает водичка вот здесь подтекать. Вы его просто замените. Стоит он примерно 100 рублей. И вот я попросила мужа в очередной раз поменять этот картридж, потому что вот здесь начинает скапливаться водичка. Потом это все покрывается вот здесь известью. Я отмываю это все там лимонной кислотой, отмачиваю все вот это. Но результат один и тот же. Вода все равно подтекает. Но оказалось, что муж у меня купил про запас такой картридж, но немножко не того размера. Поэтому пошел опять менять его. Только я почувствовала тепло. Вчера прям по-весеннему было. И мигом рванула стирать все зимние серафинкины вещи и убрать. Потому что и штаны, и куртки теплые тут висят. Надо это все сразу распространить, чтобы было более свободно в прихожей. Ну а пока у меня стираются все зимние вещи. Я их уже на балкон все развешиваю, потому что моментально на солнышке все сразу высыхает. Я решила приготовить плов, потому что нам сегодня с Терафимом на дачу, на смену. Курт надо выпустить, потому что так солнечно, им так нравится. Даже если еще не сошли сугробы, они прям по этому снегу какую-то там травочку зелененькую что-то выискивают. И поэтому мы уйдем с обеда на дачу, а есть что-то дома вообще ничего нет. Вчера все по тарелочкам, остаточки разложили, поэтому разморозила свининку. В ночь она как раз разморозилась. Я прям так оставляю на тарелочке пакет со свининой. Она у меня разморозилась, и как раз я сейчас плов приготовлю. Раз уж сегодня такой плодотворный день, то заодно и стульчику Серафима постирала на балконе солнечно, и я поставила. Хорошо, что мне моя одноклассница в свое время посоветовала все-таки вот из такого материала. Мы брали целый комплект, стульчик и стол, и я думала, как же вот эта вот ткань, все-таки пачкается. Нет, я уже несколько раз стирала прям ванишем, отмывала пятна, душем скачивала, и на балконе потом у меня вот так вот все сохнет на солнышке, и чистый стук становится. Ну, еще, наверное, совсем чуть-чуть, а то, видишь, может быть, в этом, и это уже, наверное, придется заменять вот этот комплект на более возрастной, что ли, комплект мебели, потому что Серафим, наверное, уже вырастет из него, и не очень удобно будет сидеть. Жужик, Жужик. 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 Весь огород Серафим надо расчистить. Справишься? Справишься? Попытаюсь. Руками давай огреби. Бусик. 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 Помимо туалетной бумаги, которую все пытаются раздобыть в магазинах, еще и дефицит прокладок. Женская гигиена сметена с полок подчистую. Просто голимые полки в супермаркетах, что в пятерочке, что в магните. Единственное, что я смогла углядеть в магните, это несколько упаковок вот таких вот кодекс за 129 рублей. И наши Белла, которые называются никому не нужны в любой другой день, но и сегодня лежало только несколько пачек за 59 рублей. Ну, взяла то, что имеется. Взяла серафима в магните вот такие сухие завтраки. Это подушечки со вкусом молока. При этом вот такое вот красивое оформление. Но для ребенка, конечно, я думаю, что это лишним не будет. И от праздника с лосьоной от марки я взяла шарики со вкусом шоколада. С молоком у меня серафим очень любит такие вот завтраки. И даже несмотря, что это называются сухие завтраки, он вот такую вот вкусняшку может даже и вечером с молоком поесть. Мы очень давно не варили гороховый суп. Я решила исправить положение. И даже не замачивая горох, представляете, я просто его купила колотый. И он у меня сварился, буквально стал вот разваренным весь за полчаса. Я так была рада, что вот так вот получилось, что решила сварить гороховый суп. Не замочила горох. Думаю, как же он у меня вот будет, как разварится. Все прекрасно разварилось. Варю со свининкой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!